Достаем кулечек новый. Мы только что пробежались, маслят собирали и все подряд. И белых там накосили маленько. Короче, вышли сейчас, шторм продолжается, сегодня день пропал. И мы вышли, решили чисто по белому грибку пробежаться. Он сейчас очень запотаенный, сидит и прячется хорошо. Вот мы стратегию выработали, как его собирать. Сейчас попробуем накосить немножко их. Ведра у нас остались. Сходу Димчик обнаружил беленький. Сходу. Видите, какие маленькие они? Только-только лезть начинает. Нам приходится вот так изворачиваться, чтобы их поймать. Ребята, вон там три человека встретили, возле нашей земляночки, режут наших маслят. Но мы там их не резали, нам они даром не нужны. Мы так по дороге их там насобирали столько. Хотя и там... А, мы там немножко черных таких нарезали, с черными шапочками. Таких тугих. А это вот беленькие. Вот первый. Первый пошел. Погнали. Вот. Попытаемся. Ну и вам покажем. Конечно, кульки это не то. Никому не советую. И сам стараюсь избегать их. Ну, куда денешься. Мы не собирались на грибы. Мы уже не надеялись, что они будут. Вот. Ну, ладно. Не будем терять время. Погнали. Грибы не любят, когда долго за ними не идешь. Тут же их покосят. Целые группы и компании. Грибы собираем сейчас. Супер сложная задача. Найти грибы, которые спрятаны. Сейчас они еще не повыскакивали. Вот мы решили... Вот первый... Нет, не первый. Тут уже нас третий, да? Третий. Вот. Посмотрите, как он растет. Вообще не понятно, что это, да? На самом деле, это беленький. Вот такой он. Видите? Неплохой беленький. Молоденький. Вот какие-то они вот такие. Очень неудобный был год этот. То сушь была. Теперь вот какие-то условия сложились, они начинают потихоньку вылазить. Мы там уже нашли штук 30, когда маслят собирали. А это решили собрать чисто беленьких. По беленьких пройтись. Маслят мне и так хватит. Вот, пожалуйста, третий пошел. Беленький. Уже довольно зрелый. Желтеющий. Опять же боролся с притяжением ветвей. Ладно. Отрежем ему ножку кривую. Ну, потихоньку начинаем. То есть мы собираем только беленький сейчас. Маслятки нарезали. Хватит. Мне мороки и буду сидеть 5 часов. Плюс зонтиков нарезали. Решили взять, попробовать. Отбивнушек с них наделать. Фух. А вот это вот еще беленьких надо набрать. Щуки наловим. Будут котлеты хорошие. С грибами и щуками. Так что... Вперед. Вперед по беленьку. Сейчас, когда красивый найдем, то покажем. Полной краски. Маслята мы не видим. Вот у нас такая трудная задача, ребята. А сейчас найти те грибы, которых не видно. Супер задача. Но, тем не менее, будем искать. Вот три уже нашли. Бугорочек. Нашел. И вперед. О, посмотрите. О чем я говорил. Ох, красивый. Красавец. Видите? Чуть-чуть бугорочек. Он, кстати, тоже бугорочек. Вот где-то и напарничек его. Матерненький. Горбатенький. Чуть-чуть перекошенный. Но белый. Индивидуалы они. Индивидуалы. Ну, вот он же. Оператор махает головой. Что Антонович никак не выговорит. А у Антоновича адреналинчик. Адреналинчик. Грибы тоже адреналин дают. Такого найдешь. Грибы, которых не видно. Видите? Вот. Бугорок. Сидит. Пока других пока нет. Вот они только лезут. Мы попали так. Придется нам, ребята, так и собирать. Ну, зато красивых. Молоденьких наберем. Хуже, что творится с лесом, да? Ломаным. Верхушки, видите? Посшибало. Понятно, что тут никто. А тут раньше было грибов белых. И мать мусора. О, нифига себе. Красиво. Ого. Вот они и здесь, да? Ну, посмотрите, что с лесом творится. Тут чистенько, красиво было. Они так хорошо росли тут. Нормально грибочек. Вот так вот, ребята, видите? Молоденький, хорошенький. Где-то ножик мой делся. А вот там. Ножик взял. Запасной из землянки. Хороший нож грибной наш, рыбный. В лодке валяется. Для перекусов на воде. И не брали сюда. Так, закрываем грибничку. Грибочков добавляется. Пока еще смотреть нечего. Ну, посмотреть надо нам напарничка, да? Ну, разве в таких завалах найдешь его? Супер задача. Вы видите, такой уже довольно большой гриб. И все равно под иголками. Тоже спрятался, видишь? Нету таких, чтобы стояли открытые грибы. Бугорочек. И, пожалуйста, вот он стоит. Молоденькие. Лезут, лезут только. Видите? Ну, походу, в большом лесу их особо нету. Я так думаю. Что-то мне кажется, было холодно вот эти дни, недели. И получается, что они лезть начали только в густом соснячке. В густом соснячке. А тут вот, в большом лесу, тут прохладнее намного. Вот. Потому что открытий. Ну, вот сейчас солнышко пригреет, и попрут они. Вот они уже, они как чувствуют, что будет теплеть. Вот эта неделя вроде передают, будет теплей. Вот они попрут. И ничего. Мы зашли специально посмотреть в большой лес. Потихоньку добавляется. Молоденькие все, видите? Грибы, грибы скрытые, видите? Кто-то и шел, задел. Ну, он был притрушен. Вот. Немножко задел белого гриба, видите? Ну, хоть не развалил его итог, слава богу. А нам попался. Черканул ногой, понимаете? Не видно, это их просто не видно. Они еще не поднялись. Нету верхних грибов. Все вот это под настилом. Ох, могут пойти очень хорошо, ребята. Несколько дней, и люди будут косить их. Ух, ух ты, как ежик. Бугорок и торчит с него головка. Но все равно я наверху. Ты посмотри, да? Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ну, ничего. Вот такие мы грибы ищем, ребята. Нету наверху грибу. Все вот так прячутся. Только пруд бедолаги вон. Выворачивают какую. Ох. Песок, землю. Фу. Красиво. Вот такой у нас грибочек. Но видите, еще молоденький, крепкий, не вжать. Вот это вот, такие грибочки мы собираем. Находим то, что не видно. Что пока не видно. Они будут видны скоро. Жаль мы, нас не будет. В это время мы уйдем. Домой уедем. Вот так вот. Ну, потихоньку добавляем, ребята. Вышли тупо на грибочки. Сейчас-то не будем показывать. Потому что трудно сейчас их. Быстро не насобираешь. Ну, все равно. Маслят набрали, хватит. Нам главное теперь напарничка найти, да? Если он не будет. Он есть где-то, но... Он еще более скрыт, чем этот. Я только что прошел. А Димчик проверил бугорочек. И посмотрите, какой... Какого черта нашел. Сейчас посмотрим. Ого! Ого! А смотрите, такой большой, а сидит под листьями. Холодно вылазить наверх. Вот они все и сидят там, ребята. Что же они, дурные? Ух ты! Смотрите, что он нашел. А он и второй, смотри, Димчик. Это уже я нашел. Пристроился к твоему грибочку. А вот и напарничек. Не, ну классно. Ничего себе спрятался, да? Вообще полностью подли... Был подли... Иголками. С елки-палки. А вот и второй его напарничек. Ну, грязненькие. Но мы их помоем, покупаем, и будет все нормально. Ну вот потихоньку, видите, и крупный гриб тоже прячется. Тоже все прятанные грибы. Белые. Ну, зато нам массу. Массу дает. Массу. Напарничек зато молоденький. Так, заделаем, заделаем грибничку. Кидаем все туда. Вместо. Мы ничего не знали, ничего не ведали, да? Ну, тяжело, конечно, ходить по пересеченной местности. Бугры. И плюс еще валежник. Ой, сплошной. Свиньи порыли все. Ой-ой-ой. Натопчешься. Но ничего, все равно удовольствие. А сколько там нам того удовольствия надо, да? Ну, не будем терять время. Хоть мы сегодня не сильно и торопимся, но все равно надо... Хочется еще в один лесок зайти, молодой такой тоже. Там должны быть грибы белые. Там всегда их было много. А так как, получается, вот эти густые соснячки молодые, самые теплые сейчас, в это время, вот они тут и все показались. В большой лес мы специально зашли, но нашли двух штук там. И то, не то. А вот все в основном по молодым соснячкам. Ну, надо рассчитывать, просчитывать, прокачивать ситуацию. Холодно, тепло, влажно. Осень, лето, поздняя осень. Ну, короче, вот это все. Вот солнышко вышло, вот эти грибы, что сейчас укрытые, они попрут наверх. Вот увидите. Попрут, и люди будут резать уже верховые грибы. А нам пока досталась такая доля. Режем то, что не видно. Все, поехали. Вот подтверждение моих слов. Только сказал, что по соснячкам. Вот мы сейчас перешли, и смотрите, какие тут даже грибы попадаются. Чуть оглянулся, прошел, оглянулся, бац, а он уже торчит, уже наверх вылазит. Вот так вот. Я же говорил, что еще чуть-чуть, и они будут все наверху. Молоденькие, крепенькие. Прут, прут. Прут. Да, еще рано. Сейчас я чуть-чуть почищу. Таскать ножки не хочется. Это уже более-менее. Еще бы чуть-чуть, он бы уже наверху был бы, черный был бы. И уже завтра, послезавтра его бы нашли, и офигели. Вот такой бы стоял красивый. Но тут Антонович подорвался раз-два и нету. Ну а что делать? Мы тоже любим грибы кушать. А еще собирать любим. Но нам вот доля досталась такая. Искать те грибы, которых не видно. Ну, все. Вот смотрите. Чуть-чуть зашли в соснячок, и пошла жара. А на чистом, там, грибных, чистых лесах, там, великолепные леса. Редколесье, старый лес, перемеживается с мелкими сосенками. Там, конечно, когда масса идет гриба, там их валом. Ну и народу там валом. А тут, а тут никто ситуацию не прокачал. Что ее надо, вот сейчас белого, надо тут брать. И при том искать. Бугородчики, бугородчики. Так, поехали. Давайте поищем напарников. Такого красавца большого уже должен быть и напарничек. Вот побегали и собрали. Видите, беленьких натолкли. Люди говорят, вот мы встретили здесь людей. И, пожалуйста, у них по 3-4 кулька полных маслят. И только один беленький нашли. А мы, благодаря того, что поняли, как и где искать, их наколупали. Ну, они, видите, все белые. Они все под настилом. Они еще не вышли наружу. Вот. Какой ни возьми, он. Еще белый. Даже огромный вот такой. И тот белый, видите. Он тоже сидел под настилом. Я уже не говорю про такие вот. Хотя вот коричневые. Это где-то чуть-чуть малый настил, наверное, был. Так они такие маленькие и это получается. А обычно вот. Вот такой. Вот, видите, тоже накрыт был. Чуть-чуть выглядывало. Вот такие вот грибы. Вот один только на солнышко вылез. Чтобы потемнело. Это помните его, да? Ну, ладно. Короче, вот такие вот белые грибы. Такие. Такие. И вот это, кстати, торчало наверху. Вот он, коричневый. Солнце уже его обласкало. Ну, вот. Считай, ведерко нашли. Так что, ребята, и вам белых грибов побольше найти. Здоровья и удачи вам. На тихой охоте и в жизни. В жизни. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok